В эфире новости Кыргызстана. Мы расскажем о самом важном. Студия Алтана Атаканова. Здравствуйте. Ментовская крыша. Премьер-министр открыто обвинил милицию в том, что ее сотрудники прикрывают притоны, публичные дома и берут взятки. Разрешите отлучиться. Депутат Садырджапаров, находящийся под следствием, попросил суд отпустить его на два часа в парламент на заседание комитета. Анимация «За полмиллиона сомов» в Бишкеке состоялась с презентацией мультфильма «Лентяй». Аниматорам пришлось потрудиться, чтобы оправдать название. Работой милиции недоволен глава правительства. Джанториус Атабалдеев посетил коллегию Министерства внутренних дел. Премьер привел статистику, по которой из запланированных 24 программ, направленных на развитие МВД, реализовано лишь 4. Он также напомнил блюстителям порядка, что финансирование их работы увеличено, повышена зарплата. Впрочем, итогов работы не видно, констатирует Атабалдеев. Отметим, что в 2009 году на органы внутренних дел бюджетом было выделено 805 миллионов сомов, а в 2013 предусмотрено 2 миллиарда сомов. А вот работу ГАИ Джанториус Атабалдеев назвал дискредитирующей власть. Он поручил начальнику ДПС разработать методы работы, при которых его подчиненные перестанут контактировать с водителем и не будут брать штрафы. А вот работу борцов с криминалом глава Кабмина назвал бумажной. «Вы из правки выписываете тот член ОПГ этот, а почему же не задерживаете?» задается вопросом премьер. Кстати, вопросов у Атабалдеева к милиции было немало. В частности, по доходам отдельных сотрудников правоохранительных органов. К примеру, одного из полковников милиции Ваше, кличка которого, как выразился сам Атабалдеев, «Комбайн». Кличка, «Комбайн». По-моему, в транспорте он работает, линейный транспорт. У него сеть ресторанов, кафе, чайхана. Откуда? А где Ваша служба внутренней безопасности? Ваши чистоты? И в Бишкеке то же самое. «Отпустите меня на заседание». Депутат парламента Садыр Джапаров, находящийся под следствием, обратился к суду с просьбой отпустить его на два часа в Джугур-Ку-Кенеш. В парламенте в это время шло обсуждение вопроса по золоторудному месторождению Кумтор. Судья эту просьбу отклонил, так же, как и все ходатайства защиты обвиняемых. Напомню, в Первомайском суде проходят судебные слушания по делу о попытке свержения власти 3 октября. Сторонники и родственники трех действующих депутатов парламента, которые обвиняются в попытке насильственного захвата власти, требуют, чтобы суд отпустил их из-под стражи и принимал законные решения. Адвокаты накануне обратились к суду с ходатайством изменить меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Сегодня председательствующий судья вынес решение не изменять меру пресечения парламентариям и оставил их на время судебного процесса в следственном изоляторе Госкомитета национальной безопасности. Суд считает, что для изменения меры пресечения Ташиеву, Джапарову и Мамытову нет оснований, так как до этого все обстоятельства дела были тщательно изучены. Суд постановил оставить без удовлетворения ходатайства адвокатов об изменении меры пресечения. Один из членов депутатской комиссии по деятельности месторождения Кумтор это подсудимый депутат парламента Садыр Джапаров. Он обратился к суду дать ему возможность выступить с заявлением в парламенте. Сегодня как раз правительство Кыргызстана должно было обсудить постановление по Кумтору. Мне хотелось бы, чтобы меня отвезли из СИЗО в парламент. Я приму участие в обсуждении и вернусь. Я не террорист, убегать не собираюсь. Даже если освободите меня из-под стражи, у меня нет мысли скрываться. Суд на 15 минут ушел в совещательную комнату, после чего было заявлено, что удовлетворить его просьбу он не может, поскольку нет официального письма из парламента, что депутату необходимо присутствовать на том или ином заседании, заключил Субанкулов. У адвокатов было много ходатайств в отношении своих подзащитных. В основном они связаны с изменением меры пресечения. Адвокат депутата Камчебек Аташиева попросил в суд, чтобы на заседание был приглашен президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, поскольку у стороны защиты есть к нему много вопросов. Я думаю, что президент Атамбаев объяснит свое, так сказать, вот это вот письменное указание. Почему он его дал, что он хотел этим. Поэтому я думаю, что чтобы обеспечить всесторонность, ту объективность данного дела, я прошу удовлетворить мое ходатайство и включить в список листов, подлежащих вызов в суде на заседание, президента Кыргызстана Алмазбек Атамбаева. Кроме того, адвокаты попросили пригласить на судебное слушание генерального прокурора Кыргызстана Аиду Солянову, поскольку к ней у стороны защиты тоже есть вопросы. Суд оставил требования защиты обвиняемых без внимания. Следующее судебное заседание назначено на 31 января. Ринат Шамсудинов, Бакыт Кашалиев, Бишкек, Кыргызстан. Продолжается судебный процесс по делу об убийстве экс-главы администрации президента Медето Садыркова. Обвинение почти доказало причастность к этому преступлению брата второго президента страны Джаныша Бакиева. Напомним, что Садыркуловым тогда были убиты его друг, директор Международного института стратегических исследований Сергей Слепченко и водитель Садыркулова Кубат Сулайманов. При президенте Бакиеве суд вынес решение, что смерть всех троих стала случайностью, итогом ДТП. Якобы в припаркованную машину на горной трассе врезалась Ауди 100. От этого джип, в котором находились Садыркулов, его друг и водитель взорвался. А люди в ней сгорели заживо. Виновным в катастрофе был признан водитель Ауди 100 Осмонов. Позже приговоренный к отбыванию в колонии-поселении Осмонов погибает. Его непричастность к гибели троих людей была доказана после свержения режима Курманбека Бакиева. По возобновившемуся процессу были осуждены на сроки до 18 лет настоящие убийцы Садыркулова. Однако все они были лишь исполнителями. Главным же организатором убийства был по версии обвинения и потерпевшей стороны сам Джаныш Бакиев, родной брат экс-президента, занимавший в то время пост главы государственной охраны. Сейчас он, по некоторым данным, находится в Беларуси со своим братом Курманбеком. Мы как-то на батьку Лукашенко окажем давление с той частью, чтобы хотя бы Джаныша, который непосредственно с ним, будем говорить, находился в неприязненных отношениях, чтобы его экстрадировать сюда. И тогда будем так говорить, мы можем говорить о том, что справедливость восторжествовала. Деньги любят счет, а деньги всего государства тем более. Министр финансов рассказала о бюджете на этот год. Так вот, он, по заявлению Ольги Лавровой, традиционно социально ориентированный. То есть большую часть доходов придется тратить на зарплаты, пенсии и пособия. А на вложение в экономику и ее развитие средств будет выделено немного. Но в целом параметры госбюджета, по ее словам, прогнозируются неплохие. Например, доходная часть будет больше на 10%, чем в прошлом году, потому как ожидается рост экономики на 7%. Соответственно, увеличатся и расходы. Всего эта часть составит 2 миллиарда 260 миллионов долларов, а доходная на 360 миллионов меньше. Поэтому в 2013 году бюджет опять будет с дефицитом. Зато его размеры будут поменьше, чем в прошлом году, почти на 100 миллионов долларов. Кстати, Лаврова также рассказала и про внешний долг республики. Он в этом году составит более 3 миллиардов долларов. Это почти половина всего ВВП страны. Но бояться такого соотношения министр призывает не надо. Мол, вот у развитых держав внешний долг почти как сам воловой продукт, а у некоторых даже превышает его. Так что у нас он вполне в рамках допустимого. Должна сказать, что долг наш как внешний, так и внутренний на ближайшие годы особо сильно не растет. В силу чего? В силу того, что мы с вами произвели ряд списаний по долгу в текущем году. Во-первых, это списание турецкого кредита, как вы помните. Во-вторых, это списание долгов перед Россией. Женщины могут все, в том числе и предотвращать международные конфликты. Общество солдатских матерей Кыргызстана, обеспокоенная ситуация на южных границах страны, призывает женщин Узбекистана вместе налаживать мир и покой на растревоженной границе. А именно, со своей стороны, настраивать своих мужей и сыновей не быть агрессивными гражданам и военным соседней страны. Так, к примеру, общество призывает жен пограничников обеих стран, да и просто женщин, жительниц приграничных кыргызских и узбекских сел, сначала установить между собой теплые дружеские отношения. То есть, если жены подружатся, мужчины никуда не денутся. На днях сотрудницы общества намерены выехать в Баткинскую область, как раз в те села, где в начале января произошел инцидент, после которого прекратилось дорожное сообщение между ними. Теперь из-за закрытой границы страдают как узбеки, так и кыргызы. Мои дорогие узбекские женщины, узбекские матери, очень убедительно прошу вас, родные мои, учите своих детей, не допускайте того, что сейчас совершается, что гибнут дети, и с вашей стороны, и с нашей стороны, чтобы они жили счастливо, мирно, спокойно. Отечественные аниматоры представили на суд кыргызского зрителя новую анимационную сказку на кыргызском языке «Джалко», что в переводе значит «Лентяй». В центре сюжета несчастная жена и глупый ленивый муж, который не любит трудиться. Так и не сумев побороть свою лень, муж превращается в засохшее дерево и даже волшебный эликсир доброго мудреца не спасает его от печального конца. Созданная по мотивам кыргызской народной сказки, картина носит воспитательный смысл и предназначена главным образом для детей. По словам одного из режиссеров, Майорам Калыгуловой, сегодня кыргызская анимация находится на стадии формирования, но, несмотря на трудности, мультипликация в стране не стоит на месте благодаря профессиональным и креативным аниматорам. Над мультипликационной лентой с хронометражом «Восемь минут» работали лучшие отечественные художники-аниматоры, на счету которых ряд других успешных проектов, а также профессиональные актеры театра и кино, которые занимались озвучкой картины. На производство мультфильма ушло 5 месяцев и 500 тысяч сомов. Главным продюсером и спонсором выступил руководитель киностудии «Айтышфильм». А патриотизм начинается с детства. Чтобы приобщить их мир и культуру, надо снимать такие мультфильмы. То, что оказывается, данная кинокартина, мне не понравилась. Хорошая кинокартина. И качество, и содержание, и профессионализм там присутствует. Мне кажется, это большое продвижение нашей индустрии. Тем более, как бы, долгое время у нас таких мультиков я сама вообще-то не видела. Очень приятно то, что... Мне кажется, конечно, бюджет может быть большеват, может быть. Но мне кажется, правда, потому что это такая ювелирная работа получается. Это все рисовать, это все, как бы, это столько терпения должно быть у тех, кто это создает. Поэтому я вот лишь желаю, чтобы у них были люди, которые это будут поддерживать. И которые, как бы, пусть это будет дебютный, да, скажем, мультик, но с которого, как бы, вот, откроется, скажем, мир кыргызских мультиков, которые будут по всему миру, как бы, смотреть. Это все, о чем мы планировали рассказать. Спасибо, что были с нами. И до следующих встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok